Продолжение следует... Портал «Москва-Баку» поинтересовался у москвичей, где в столице можно окунуться в ледяную прорубь и насколько активно они придерживаются традиции крещенского купания. При 30-ти градусном орудии прям легко. Здесь я сейчас поздороваюсь не могу просто, а так бы тоже пошел бы. Я купаюсь уже лет 12, наверное, каждый год. В этом году, правда, не знаю, как получится, но у меня каждый год, как получится, получается, что всегда купаюсь. Где купаетесь в Москве? Где есть в Останкино? В Москве, вот первый раз я был в Останкино, в прорубь, там, церквушка, но я простоял в очереди 3 часа, мороз минус 26 был, по-моему, представляете, замерз. Вот, и ощущения, конечно, были такие непередаваемые. Вот знаете, как после бани в снег, а это наоборот. Знакомые, родственники, иногда, не каждый год, но и бывает, да. Где-то здесь в Москве нет? Да, не в самом городе, это Сердив-Пасад, и от Сердива-Пасада Гремячий ключ, это достаточно известное место среди верующих православных людей, да, там есть такое. В Карелии после бани в прорубь. И как? Холодно. Ну, экспириенс мощный, то есть, ощущается и тело, и ум. Так что, всем советую, рекомендую. На теплом стане, там, Тропаревский парк, там можно, там прорубь готовят. Это было около Измаиловского Кремля, ну, прохладно было. Ну, как бы, место оборудовано, раздевалка есть, даже, по-моему, сауна там была рабочая. Ну, мне понравилось. И сейчас уже не купаемся, потому что уже возраст, как бы, уже боимся. А мы раньше купались. Никто не болел? Не-не-не. Да, там все организовано, там и скорая помощь стояла, и машина с чаем, и, в общем, все хорошо, совершенно не страшно. Каждому свое, если это приносит удовольствие, если вы верующий человек, то почему бы и нет, ну, то есть, главное, чтобы было комфортно и классно. Я знаю, что надо подготовленным быть. Просто так вот сразу, вот, с кондачка нельзя туда нырять. Это точно. Как же подготовиться к этому обряду человеку, который решил впервые зимой окунуться в ледяную воду? Мы попросили убывалых москвичей, кто уже нырял в прорубь, дать несколько советов новичку, которые помогут ему, нырнув в прорубь, вынырнуть из нее здоровым. Здоровым нырнуть туда. Потому что, если больной нырнул, я думаю, что уже ничего не поможет. Ну, не знаю, как готовиться. Надо просто решиться. Это очень здорово. Это совершенно не страшно. Это же вода сжигает и становится жарко. Вот это все ощущения. Ну, нужно хорошо кушать, хорошо спать. Вот. Рассол надо пить на голодный желудок именно с утра. Пять утра. Мой дед так всегда делал. Но он часто купался просто. Пить точно не надо. Просто морально подготовиться, что будет прохладно. И что это быстро закончится, если вылезти быстро. Вот все. Если это не самое запланированное событие, то, ну, как-то, возможно, просто постоять перед заходом в воду, перед прыжком. Подготовиться, да, температуру вокруг почувствовать. Потому что, чтобы не кидаться сразу из теплой одежды в холодную воду. Это надо быть подготовленным очень достаточно сильно. То есть, обливаться, либо нужно хотя бы в душе холодной водой. Ну, вот, да, именно быть подготовленным. И самое главное – одежду. Чтобы быстро одеться. Не то, что, знаете, там, натянул, там, все. Потому что в этот момент ты именно замерзаешь, когда вот выходишь из воды. Вот. Туда в пол. Какое советы? Чистую рубашку иметь, чистое полотенце. А, тапки совет. Совет иметь тапки, чтобы ноги не приливали ко льду. Ну, в Баку, я думаю, там нормально можно искупаться. Там не нужно тапки одевать. Привет, Баку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова